Снова переносимся мы уже в Минск Салавату для того, чтобы поставить Динамо в положение отыгрывающихся. Да, но я так немножечко оторопел сейчас, когда увидел, что сделал Кадекин. Просто стартовался там с синей линии, в районе синей линии. Обыграл очень спокойно. Так в домик отправил шайбу к Лосу. Но впечатляющий старт от Салавата. Холодный душ для динамовцев. Ну вот смотрим здесь. Казалось бы выдвинулся Димков. На противоходе его убрал Кадекин. С пятачка в домик. Здорово. Здорово все сделал Кадекин. Ну и звоночек для динамовцев. Надо им просыпаться. Очень включается. Неплохо отрабатывает этот момент до конца. Но оставляет шайбу под контролем Минского Динамо. Ох, какой пас! И гол! Да, нашла там шайба. Теденбю у нас забрасывает. Два гола он забил в предыдущем поединке. И сравнивает счет уже сейчас довольно быстро. И Мэтцела подтащит этот бросок. Близок он был к Севу. Вот здесь смотрим. Остался один лишь Науменков. Но этого не хватило. Булпинцем. Мэтцела, ты подтащил Но вот шайба неприятельская для Юхи. Все-таки вот так вот за леночку его ворота перешла. И, соответственно, видишь, это логичная шайба Теденбю Ну, я думаю, что все, все, кто смотрит эту трансляцию, помнят, что совсем скоро грядет самое главное хоккейное событие этой весны. Бросок и гол! О, два-один! Варфоломеев забрасывает то, как я хотел что-то важное сказать, как Варфоломеев меня прервал. Ну, ладно, посмотрим мы гол. А то важно, скажем, после повторов фикарный ватаймер, бросок Касани, начатком Мэтцелы. Не усумел, как пикер, там, как нужно сгруппироваться, потратить как выстрелы. Здорово, реализуем большинство. Это приятно. Да, видим, что первый пауэрплей, отличная реализация у команды Крыга Уткрофта. Но стоит отметить, как же вывели на завершающий бросок Варфоломеева. Ну, и здесь уже внеудел был Юха Мэтцела. В первые матчи Минская Динамо выходит вперед. Три шайбы, хотя нет еще и середины. Первого периода, да, но вот видите вайн-таймер и, в принципе, без шансов для Юха Мэтцела. 2-1 за 1 с 34 до конца первой двадцати минутки. Видим, что включается в борьбу за эту шайбу кист из Уфы. Но опять же плотно играет Минская Динамо в первом периоде, поэтому сложно подобрать ключи к воротам Колосова. Вот теперь есть моменты 2-2. Шикарный бросок. Это Санников просто под самую перекладину нашел эту щелочку между перекладиной и Колосовым. И вот туда шайбы направил. 2-2. Салават сравнивает счет. Это матч еще и в первом периоде за 2-24 до конца первой двадцати минутки. Но давайте посмотрим повтор того, как же Санников здесь сравнивает счет. Но бросок у 17-го номера Салавата получился на славу. Да, у Санникова в этом сезоне 2 гола, 7 голевых передач. Здесь партнер отдал ему передачу. Это был Шмелев, кстати говоря, второй балл. Так, ну, наверное, набираешь Шмелев. Ну, бросок, да, практически не берущийся для Колоса. Там вонзилась буквально шайба под перекладину вот в этой области между двумя фалками. И 2-2. Четыре шайбы в первом периоде. Поднимается на синюю ленью, но, да, здесь не очень удобная передача для бэка, поэтому пришлось шайбу принимать уже за синюю ленью. А здесь ошибка. Коньком пытался бэк-шайбу подработать. Неплохо бросок и гол. 3-2. Выходит вперед у Фимца. И это Пустозеров. Отличается у Салавата Юлаева. 92-й номер. И быстренько я скажу, что 2 гола и 3 голевые передачи Пустозерова было в этом сезоне. 29 поединков провел этот форвард. Ну, видишь, здесь расстрелянная позиция была у Пустозерова, поэтому никаких вопросов Колосову, наверное, предъявлять не стоит. Да, второй раз в этом матче. Салават выходит вперед. И видим шикарный бросок, опять же, от Пустозерова. Да и, в принципе, какая размашистая хорошая атака получилась у Салавата. Да, но я скажу, что, наверное, так все-таки было в Тунице ошибаться. Там и передача была не очень хорошая, именно на синей линии зоны соперника. Вторая пара защитников. Это Альквист и Сапека. Посмотрим, как Томусов на точке сейчас себя проявит, проявляет первое предупреждение. Получает Илья Пименов против него. И Усов со второй попытки образ не выиграет. Альквист щелкает. Подставление и гол! 3-3. Это Матиас Дэденбю. Дубль. Дубль Дэденбю. Хорош 21 номер Минского Динамо. Там казалось, что Усов что-то не может подняться, но вроде все в порядке. Садились с 80 номером, но вот и Динамо. Сравнивает счет. Все здорово получилось. Видим праздник повтор, вернее этого эпизода. Но Дэденбю реально хорош в этой ситуации. Оформляет дубль. Но сегодня, наверное, главный хедлайнер в стае Минского Динамо. Этот нападающий. Но теперь видим, что опять 3-3. Это интересно. Второй период за Салаватом. Вот Альпест. Ну и да, подкорректировал полет шайбы. Дэденбю. Счет 3-3 за 14-37 до конца третьего периода. Но ты смотри, как Дэденбю готовит себя к плову. Он две отгрузил Шахтеру. Нарушение процедуры. Брасный момент, какой смотрим. Колосов на месте. Добивание. Отбиваются пока Динамовцы. Кофизулин. Передача на Шмелева. Снова Кофизулин. Жарко ворота. Динамовцы бросок и гол. На 4-3. Подставление там было. Я так понимаю, это Кулемин. Знаешь, вот геометрия. Это атаки. Геометрия всего большинства была сейчас на каком-то космическом уровне. Реально на грани фантастики. Команда Томми Ланса. Шикарная шайба ходила. Но вот как-то сейчас, наверное, логичная она получается. Потому что, ну, было очень-очень опасно. Но это бы только раскидали Динамовцы в позоне. Но вот 4-я шайба оказалась в воротах Колосова. Реализует большинство Салават Юлаев. Видим, что 28 секунд понадобилось команде Томми Ланса. 3-4. Только отыгрались. Опять видим такие качели. Вновь нужно забрасывать в команде Крейга Вудкрафта. Ну и, по всей видимости, забрасывает в этой ситуации Николай Кулемин. Вот такой наброс. Здесь был от Кефизулина. Ну и подставление получается от Кулемина. Будет пауза. Но вот пока ее нет. Здесь видим бэк. Не удается войти в зону. Мальт из трём. Один в один пытается обыграть. Ошибается. И вот момент у Салавата для того, чтобы закрыть все вопросы. И это 3-5. 3-5. Хорошая шайба. Но вот здесь опять же будет ли видеопросмотр. Потом уже, может быть, хороших билетов и не останется. Уже разберут. Но пока у нас не засчитали потенциальный гол Масалева. Поэтому 3-5 становится счет. Не откатилось у нас все на 4-4. Будет 3-5. Засчитают гол Шмелева. Шмелева. На неделе остается допло. Поэтому, в принципе, на физические кондиции это особо не повлияет. Мецел решил исполнить здесь я не знаю кого. Голом... Кого можно называть? Шайба, заброшенную вратарем. А Алалыкин забрасывает еще раз за 16 секунд. 3-6. Делает счет. Но, в принципе, это особо-то и не важно. Да, то есть всех прекрасно понимаем. Возможно, кто-то не видел матча. Видит счет 3-6. Скажет, что Минская Динамо серьезно проиграла Салавата. Но, опять же, понимаем, что две шайбы были подправлены на пустые ворота. Но забрасывает в эту ситуацию у нас 61-й номер. Это Данил Алалыкин. Ну и будет овертайм. Да, скорее всего, классический формат. 5 минут. Но есть шанс. То есть, я думаю, что это последний поединок у Динамо и Салавата перед стартом плей-офф. Поэтому нужно же по максимуму эту возможность использовать. Классический плей-офф в хоккей. Да? Я считаю, что именно так. Ноздря в ноздрю. Практически весь поединок шли командой.